Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ТУВА-24 в студии Инна Клаян. Сегодня вы узнаете о главных событиях этого дня. Короткий обзор выпуска. Из Казылы выехала очередная фура с гумпомощью. С 1 октября этого года изменилось время комендантского часа. Дети ТУВА теперь могут подать сигнал о помощи через бесплатное приложение. Расскажем о проекте, который развивает внутренний туризм и улучшает качество жизни казылчан. Сегодня из столицы республики выехала полностью загруженная 20-тонная фура. Отправка гуманитарного груза состоялась в рамках проекта «Народный фронт. Все для победы». Мототехника, специальные и технические средства, бензогенераторы, различные медикаменты, теплые вещи и многое другое было отправлено нашим бойцам в зону СВО, а также мирному населению города Сверловска, Луганской Народной Республики. Все подробности смотрите далее. В рамках сегодняшней отправки гуманитарного груза в зону проведения специальной военной операции волонтерами и всеми неравнодушными жителями республики осуществляется загрузка гуманитарного груза. С самого начала объявления об осеннем сборе гуманитарной помощи для наших бойцов различные организации, частные лица и просто неравнодушные жители республики беспрерывно вносили свою лепту в общую победу, принося маскировочные сети, квадрокоптеры и многое другое. За полтора месяца удалось собрать груз, который, по мнению представителей Народного фронта, еле как вмещается в 20-тонную фуру. Поэтому пришлось использовать грузовик поменьше, чтобы несколькими рейсами оперативно доставить с различных складов Козыла груз до большой машины. По поручению главы Республики Тува Лайслава Таштай Чеховолога сегодня отправляется фура. Правительством обеспечивается транспортировка до города подшефного нашего Свердловск и дальше до города Донецка. Также в составе гуманитарки есть товары для реализации населения города Свердловска. Это в основном дикоросы, то есть то, что у нас собирается в тайге. В состав груза входят такие жизненно необходимые средства, как мототехника в количестве пяти штук, технические и специальные средства, бензогенератор, бензопилы, теплопушки, буржуйки, маскировочные сети, лекарства в больших количествах и, конечно же, теплые вещи. И это всего лишь малая часть того, что собрали жители республики. Желание помочь исходило от каждого человека. К примеру, на загрузку гуманитарного груза вызвались учащиеся Козыльского президентского кадетского училища. Мы приехали в количестве семи человек загрузить гуманитарную помощь бойцам, которые находятся на специальной военной операции. Совсем недавно мы отправили на Курскую область одну машину, загрузив его гуманитарной помощью. Как отметили представители регионального исполкома Народного фронта, жители Тувы постарались по максимуму собрать все необходимое по адресным заявкам бойцов. И, как было сказано ранее, большое количество медицинских приспособлений и лекарств тому подтверждение. Также в путь отправится комплект энергоснабжения для медчасти 55-й горной бригады, куда входит целый ряд медицинского оборудования. Общихирургический стол, медицинские светильники, фармацевтические холодильники, диагностический ультразвуковой аппарат и другое. Традиционно свою лепту в эту осеннюю отправку внесли депутаты Верховного хурала. Дизель-генератор со всеми сопутствующими средствами для медицинской роты 55-й горной гвардейской бригады. Также у нас маскировочные сети тоже энное количество загрузили. Генератор, пензопил. Эрес-Хурак и в этот раз участвует в сопровождении груза до места назначения. По его словам, это уже 11-е или 12-е по счету поездка. В пути загруженная машина пробудет около недели в зависимости от погодных условий. Власти Тувы упростили порядок предоставления пособий и других выплат родственникам участников специальной военной операции. Соответствующее постановление подписал 10 октября глава Тувы Владислав Хавалык. Теперь, чтобы получить меры поддержки, предусмотренные на региональном уровне, для семей участников СВО не нужно обращаться с заявлением выполномоченной органы, такие как Министерство труда и социальной политики Тувы и его местные подразделения. Ранее документы можно было отправлять только по почте с заказным письмом в Минтруд. Теперь процесс подачи заявления стал более простым. Можно сделать это онлайн, не посещая ведомства. Достаточно зайти на портал государственных услуг и заполнить необходимые формы в специальном разделе для участников СВО и их семей. Речь идет о региональных выплатах, финансируемых из бюджета Тувы и резервного фонда правительства республики. Через портал госуслуги семьи военнослужащих могут подать заявления на различные выплаты, такие как пособия на детей, компенсации за коммунальные услуги, выплаты на погребение погибших, а также на материальную помощь родственникам. С 1 октября этого года изменилось время комендантского часа. Согласно законодательству действует запрет на нахождение несовершеннолетних, то есть детей до 16 лет в общественных местах в ночное время без сопровождения родителей или законных представителей. О том, в какое время детям следует оставаться дома, смотрите далее. Согласно действующему законодательству, в зимнее время комендантский час для несовершеннолетних в Туве устанавливается с 21 часа до 7 утра. Это значит, что дети и подростки до 18 лет обязаны находиться дома в указанный период времени. Основная цель этой меры – обеспечение безопасности несовершеннолетних и профилактика правонарушений. При доставлении в дежурную часть несовершеннолетних данные подростки будут внесены в базу данных МВД России. Также необходимо помнить, что при неоднократном доставлении за нарушение комендантского часа такие подростки ставятся на профилактический учет полиции. Отметим, что в летнее время наблюдалось большое количество задержанных несовершеннолетних детей, особенно в праздничные дни. В летний период ежедневно доставлялись за нарушение комендантского часа от 10 до 18 подростков. А уже в зимний период, получается, с 1 октября число доставленных несовершеннолетних ежедневно составляет около 7 подростков в день. В праздничные дни бывают исключения, поэтому доставляются в среднем до 20 несовершеннолетних. Кроме того, правоохранительные органы напоминают о важности информирования родителей об ответственности, которая возложена на них. Важно, чтобы законные представители знали, где находятся их дети и могли обеспечить их безопасность в темное время суток. Уважаемые родители, призываем вас, чтобы ваши дети не нарушали комендантский час, находились в общественном месте только сопровождение именно законного представителя, так как нарушение комендантского часа может повлиять на будущее ваших детей и может быть препятствием при поступлении в учебное заведение. За нарушение комендантского часа в отношении родителей составляется административный протокол, который налагается административным штрафом от 1500 рублей до 2000 рублей. Стоит отметить, что соблюдение комендантского часа – это не только обязанности, но и забота о детях. Нарушения могут привести к неприятным последствиям как для несовершеннолетних, так и для родителей, которых могут привлечь к ответственности за безответственное поведение. Необходимо обеспечить безопасный отдых ваших детей и заранее определить время их возвращения домой. Инна Клаян, Начин Оржак, Ангар Кужюгет, телеканал ТУВА-24. Представители дорожной инфраструктуры и госавтоинспекции провели урок для школьников о безопасности дорожного движения. Они рассказали о правилах и провели развивающие викторины. В конце мероприятия одного из учеников награждили за активную пропаганду соблюдения правил на дороге. На познавательном уроке побывал и наш корреспондент. Вот уже полтора месяца школьники республики заняты учебой. Помимо учебной программы для детей регулярно организуют различные встречи. Так, накануне в столичной школе номер 20 состоялся урок, посвященный правилам дорожного движения для учащихся начальных классов. Ребята, слушаем внимательно. Запрещающие, информирующие и предупреждающие изображения вдоль дороги. Знак. О, правильно. Дорожный знак. Для детей информирование о правилах дорожного движения проходило в формате викторины, где за каждый правильный ответ учащиеся зарабатывали баллы. Несмотря на свой юный возраст, школьники проявили хорошие знания о том, что можно, а что нельзя делать рядом с проезжей частью. Акцент делаем на профилактику детского дорожно-транспортного треванкизма. Если конкретно, то на использование световозвращающих элементов на рюкзачках и верхней одежде ребятишек. Также, в свою очередь, мы хотим световозвращающие элементы раздать, подарить ребятишкам. Среди учащихся также оказались те, кто активно занимается пропагандой безопасности на дорогах. Денис Чульдум, ученик третьего класса, был награжден благодарственным письмом от представителей регионального Миндортранса и госавтоинспекции. По словам сотрудников Министерства дорожно-транспортного комплекса, Денис активно участвовал в мероприятиях по безопасности дорожного движения и призывал водителей соблюдать правила. Также его аудиозапись с призывами к осторожности будет транслироваться на местных радиоканалах. Сейчас у нас строится очень много дорог. У нас уже увеличится количество автомобилей на дорогах. Соответственно, у нас также увеличивается пассажирский поток. И самое главное, что большое количество детей сейчас у нас проживает в агломерации. И они, соответственно, направляются от школы дома, от дома к школе ежедневно. Поэтому очень это важное мероприятие. По словам Владимира Мельникова, в образовательных учреждениях республики регулярно проводятся мероприятия по безопасности дорожного движения. Представители дорожной отрасли, ГИБДД, учителя и родители заинтересованы в том, чтобы дети строго соблюдали правила и были осторожны рядом с дорогами. Эта совместная работа направлена на создание безопасной среды для детей и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с их участием. Мергана Юн, Буяна Юн, Мирана Эргит, телеканал ТВА-24. Реализацию социального некоммерческого проекта детской безопасности «Заступник» сегодня обсудили на совещании в региональном министерстве образования. Через видеоконференцию были подключены представители системы школьного образования со всех районов Тувы, а также разработчики приложения. Более подробно о принципах работы приложения «Заступник» расскажет наш корреспондент. «Заступник» – это первая в мире система коллективного обеспечения безопасности детей. Это крупнейшее объединение волонтеров и поисковиков страны, которое объединяет более 200 тысяч человек. Общая цель проекта – сделать наши улицы для детей безопасными. В городах, где родители активно подключаются к приложению, число преступлений в отношении детей снижается на 35-50%. А дети, попавшие в беду, получают помощь участников сообщества и экстренных служб всего за 3 минуты. Одного нажатия на тревожную кнопку достаточно, чтобы на помощь вашему ребенку пришли проверенные участники сообщества «Заступник», такие же родители, как и вы. Таким образом, абсолютно каждый ребенок, попав в беду, может получить помощь взрослых с помощью данного приложения. Одно нажатие кнопки на подмогу ребенку придут родители из числа пользователей, экстренные службы, а также волонтеры. В прошлом году в России через приложение «Помощь» получили более 4500 детей. Это уникальное приложение. Хочу сразу отметить, что это бесплатное приложение, в котором есть такие два приложения – взрослое и детское приложение. Как оно работает? То есть родитель регистрируется в взрослом приложении, при этом параллельно регистрирует своего ребенка в детском приложении. С помощью вот этого приложения можно отправить сигнал экстренной помощи. Вот этот сигнал буквально фиксируется за 2-3 минуты и начинают работать экстренные службы. В реализации проекта на сегодняшний день участвуют 210 городов России, свыше 100 тысяч волонтеров. Чем больше родителей будет в сообществе, тем выше будет безопасность детей. Вы понимаете, сидят люди, которые в любую ситуацию могут вам помочь. И это все работает бесплатно. Поэтому я рекомендую, я прямо прошу, чтобы наши родители, наши республики еще раз у нас во всех группах выставлены вот эти приложения, прочитать. Очень много положительных комментариев, да, что вот это приложение помогает именно действительно. И хочу, чтобы наши родители зарегистрировались и зарегистрировали своих детей. Официальная статистика говорит, что в России каждые 15 минут теряется или похищается ребенок, а каждые 33 минуты жертва преступления сексуального характера становится именно ребенок. Отметим, что результатом реализации проекта в пилотных регионах стало снижение числа преступлений против жизни и здоровья детей. Аэра Садби Магуш и Азамату Чур, телеканал ТУВА-24. В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрии гостеприимства» был поддержан уникальный проект. Основная цель – улучшение городской инфраструктуры и привлечение туристов в город. Так, у здания кинотеатра появился яркий мурал, настенная живопись, а в столице установлены скамейки с USB-зарядками. О проекте, который не только развивает внутренний туризм, но и улучшает качество жизни, расскажет наш корреспондент. Покачаться на качелях с видом на Енисей и Золотую осень в столице произошли изменения, которые принесут новую жизнь в общественное пространство. Теперь на набережной появилось место для встреч с друзьями, семейного отдыха, размышлений или же зарождения крепких отношений. Очень классно, когда вот здесь сейчас, и то там красиво очень, но так комфортно. Качели рядом с техникумом – это удобно. А и погулять с девушкой – так-то тоже хорошо. Наш город Козыл становится с каждым годом все красивее и удобнее. А эта инновационная скамейка с солнечными батареями не только украшает территорию, но и предлагает жителям уникальное удобство. Каждая из них с двух сторон оборудована USB-зарядками. Новшество позволяет не только отдохнуть, но и всегда быть на связи с близкими. Мы с детьми очень любим отдыхать в центре Азии, в парке. Вот только что заметили удобные скамейки, где можно подзарядиться. То есть у нас бывают моменты, что зарядки разряжаются, и это очень удобно. Классно, потому что человек может зарядиться в любой момент. Когда нет зарядки, можно пойти сюда и зарядиться. Проект был реализован в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Основная цель – это улучшение городской инфраструктуры и улучшение туристической привлекательности региона. Послание главы республики во Верховному хоралу парламенту республики на 2024 год агентства по туризму республики было дано задание обеспечить внедрение проекта Туркода города Козыла. Туркод – это масштабный проект, который предусматривает выполнение различных мероприятий, установку скамеек, фасадное освещение, информационные таблички. То есть все эти мероприятия, которые обеспечивают красоту, удобство, функциональность для жителей и, конечно же, гостей города Козыла. В этом году мы начали реализацию первого этапа проекта Туркода города Козыла. Также на территории сквера возле национального театра было установлено освещение, подсветка деревьев, что сделает территорию очень комфортной, красивой. Скамейки с дополнительной функцией установлены в национальном парке на территории скульптурного комплекса Центра Азии, аэропорта и сквера имени Сальчака Тока. Всего их 15. Также благодаря нацпроекту на стенах кинотеатра появилось произведение на стены живописи по мотиву москроносного фильма «Дир Сузала», где главную роль сыграл Максим Мунзук. Это стало такой яркой картинкой на фоне этого здания и в целом по городу. На набережной была установлена пергола, навес с качелями и местами отдыха для горожан. В дальнейшем мы будем устанавливать информационные таблички с навигационными указателями, где, куда, что посмотреть в городе, куда сходить отдохнуть. В этом году мы отмечаем резкий рост числа туристических поездок в нашу республику. В частности, за январь, август, то есть за 8 месяцев этого года, турпоток вырос на 160% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Казалось бы, простые, но гениальные дополнения к городской инфраструктуре улучшают качество жизни. Это символ заботы о комфорте и удобстве козылчан. Теперь самое главное – это сохранить, уберечь, а также ценить усилия по улучшению имиджа города. Вклад в развитие столицы может внести каждый горожанин. Для этого достаточно лишь хотя бы не мусорить. Айра Садбе Магуш и Азама Точур, телеканал Тува-24. Проект «Социальный уголь» в Туве успешно продолжается, обеспечивая необходимые запасы топлива для нуждающих семей в преддверии зимних холодов. На сегодняшний день завершается доставка угля в Кахемском районе, где 130 многодетных семей уже получили свой запас топлива. В Кызыле, а также в Кызылском, Ухемском, Барунхемчикском и Цунхемчикском районах доставка угля идет полным ходом. Сегодня в Аверском районе была запущена раздача угля. На данный момент 20 семей уже получили порядка 200 тонн топлива, в то время как еще 9 семей находятся в ожидании своей очереди. Проект по доставке угля и дров организуется республиканским предприятием «Транспортный сервис» и проект. Завершение поставок в остальные районы Тувы запланировано до конца октября. В этом году на реализацию программы «Социальный уголь» выделены средства, благодаря которым поддержку получат 2856 семей. Это значит, что тысячи людей в Туве смогут значительно сэкономить семейный бюджет благодаря своевременному обеспечению углем. В Туве социальный контракт для малоимущих начал действовать еще в 2020 году. Жизнь показала, что это реальная поддержка, которая поможет гражданам, оказавшимся в трудной ситуации. Сегодня мы расскажем о молодом человеке, который открыл клуб настольных игр для веселых компаний. Более подробно смотрите далее. В столице Тувы появился новый клуб настольных игр «Айнакчи», который открыл местный житель Далайхавен Мэй. Полагаясь на силы социального контракта, мужчина создал пространство, где люди могут собираться, общаться, развлекаться и находить новых друзей. Его инициатива стала не только местом для игры в настольные игры, но и площадкой для развития местного сообщества. Допустим, иметь наибольшую силу в зоне Альфхейм. Это вот здесь вот получается. В одной вот серой зоне у меня будет наибольшее количество войск, я получу за это пенечки. Ранее, в 2018 году, Далай уже увлекался настольными играми с друзьями. Он решил открыть клуб после того, как заметил, что многие его друзья и знакомые скучают по оффлайн-общению. Поэтому он взял на себя смелость и арендовал небольшое помещение, где смог создать уютную обстановку столами для игр и даже небольшой кухни для напитков и закусок. По социальному контракту, получается, приобрел кофемашину, холодильник для напитков, кулер с водой, микроволновку. То есть все, что для нужд игроков, чтобы они никуда не уезжали, не отвлекались, пообедать, поужинать. Также пополнил свою коллекцию настольных игр, приобрел столы, стулья, мебель. Клуб предлагает разнообразие настольных игр – от классики, как «Мафия» и «Монополия», до современных стратегий и интеллектуальных игр. «Далай» также организует регулярные турниры, что привлекает новых участников. В его коллекции более ста различных игр. Важной частью социального контракта для участника стало создание инклюзивного пространства. Он тщательно подходит к выбору игр и старается учитывать интересы разных групп людей. До соцконтракта у меня была небольшая коллекция игр, около 50-ти плюс игр. И у меня был план в течение пяти лет покупать по одной игре в месяц. Игры очень дорогие на самом деле. И получается, через пять лет у меня было бы сто игр. Благодаря соцконтракту у меня теперь уже полная коллекция. Сейчас пока такой нужды нет. Благодарю Центр занятости за то, что поддержали меня. И Министерство труда и социальной политики. В Центре занятости населения также отметили, что все участники проекта трудолюбивые и ответственные. Поэтому результат от вложения государственных средств почти стопроцентный. Как материальный, так и моральный. Социальный контракт – хорошая поддержка для тех, кто хочет идти вперед, начать свой бизнес и улучшить свое финансовое положение. В этом году нам выделена квота на 90,75 направлений. Получается, в основном люди участвуют по направлениям салона красоты, СТО, деятельность, тани общепита и кооперальные центры. Нам надо еще выполнить квоту до конца года. И мы приглашаем наших граждан, чтобы поучаствовать в социальном контракте. Этот проект, социальный контракт, помогает тем людям, которые стояли у нас на учете, как безработицы. Нашим интересом, чтобы мы им помогли в дальнейшем, чтобы они вышли из категории малоимущего населения. Напомним, что социальный контракт предусмотрен для малоимущих граждан, которые хотят открыть свое дело. Так, в этом году в Туве приняли участие в проекте порядка 300 человек. Инна Клоян, Начин Оржик, Ангар Кузюгет, телеканал Тува-24. Это были все новости к данному часу. Я, Инна Клоян, с вами прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова